Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем нашу лекцию. Лекция номер три. Бизнес-процессы и организация IT-инфраструктуры. Современные подходы к совершенствованию IT-инфраструктуры организаций. Организация бизнес-процессов, Business Process Organization, объединяет мероприятия по установлению их внутренней структуры, технологической, временной, пространственной, организационной. С учетом конкретных условий компании для определенной области, результатом является план, модель, описание процессов как основа для их реализации. В мероприятия по организации входит определение хода процесса и оргструктуры, определение ресурсов, установление руководства, формирование процессных данных и документов, разработка информационного обслуживания и другие аспекты. Схема номер один. Основные аспекты организации. Бизнес-процессов на предприятии. Вот перед вами данная. Обширная большая схема. То есть, какая она должна быть по структуризации. Организационная структура, организационное руководство, документация или документ-оборот, ресурсы, информационные системы, другие стороны организации. Это все объединяется в организационный ход процесса. Системный подход к организации процессов базируется на шести шагах и предполагает метод, состоящий из шести пунктов. Исследование исходной ситуации, анализ и оценка, разработка концепции, детализация процессного решения, внедрение, применение. Шаг первый. Проводится исследование фактического состояния процессов с использованием различных инструментов и методов, а также его анализа. Фактическое состояние могут отражать следующие данные. Владение процессом и результаты. Длительность прохождения заказа. Рабочих дней, смен. Сотраты на обработку заказа. Часов. Заказ. Минут заказ. Количество событий, участвующих в рабочих системах для событий, создающих и не создающих стоимость, количество организационных уровней, использование площадей, загрузка рабочих систем, мощности, задержки, время ожидания, условия работы, управления помехами и другие. На основе причин и стимулов вырабатываются необходимые цели. Шаги 2. Собранные данные необходимо проанализировать соответствующим образом, подготовить, так если упорядочить, проверить на полноту, обработать и оценить. Пример. На основе обобщения результатов в шаге 1 проектная группа сформировала общую оценку в виде сильных и слабых сторон. Возможные сильные стороны процесса. Заинтересованность руководства, мотивированные работники, групповые и командные организации, система вознаграждения, ориентированная на результат, эффективные внутренние отношения клиент-поставщик, гибкое рабочее время, наличие высокопроизводительного оборудования. Это сильные стороны. Теперь возможные слабые стороны. Длительное время прохождения заказа, значительный уровень простой из-за помех, низкая доля времени процессов, создающих стоимость, неопределенная ответственность за процесс, высокая степень разделения работ, нехватка мощности. С учетом выявленных причин неэффективности начинается разработка мероприятий по изменению. В качестве альтернативных вариантов изменения выступает полная реорганизация процесса или его постепенное улучшение. В шаге 3 прорабатываются варианты возможных решений, уточняются требования и необходимые преимущества. Здесь формируются мероприятия по организации процессов. Прежде всего, в форме общего планирования возможных вариантов решений. При этом справедливо, следующее основа правила. Чем больше содержательно отличающихся друг от друга вариантов будет найдено, тем большая вероятность достижения поставленной цели. Варианты решения сравниваются по этим. Достигаем результатов, требованиям к реализации, затратам и срокам реализации, необходимость обучения и переквалификации работников. В конце шага принимаются окончательные решения и о внедрении одного из предложенных вариантов. Так как на предыдущем уже определенные требования и необходимые мероприятия, то далее переходить мы должны к шагу 4. Детализация процессного решения. Детальное планирование предполагает собственно детализацию выбранного решения, организацию, перемещение, изменение рабочих систем, иногда рабочих мест, разработку необходимых мероприятий по реализации, проведение переквалификации, организация рабочего времени, систему вознаграждения, изменение кооперации, разработка процессных инструкций и документации. В шаге номер 5 реализуются необходимые подготовительные мероприятия и мероприятия по изменению. Размещение процесса, организация материального потока, переквалификация работников, изменение организационной работы, а также методов средств производства, далее выполняется собственное внедрение на предприятие выбранного решения. Для выполнения возможных недостатков и слабых мест проводится пилотный проект, который означает последовательность и прогон процесса до достижения запланированных результатов. Бизнес-процесс начинается функционировать по новому шаге 6. Получаемые результаты необходимо сопоставлять с установленными целями для выявления возможных отклонений и определения возможных корректировок, полученных в результате опыта, должен обрабатываться и сохраняться. Шаги 6. Необходимо осуществлять постоянное улучшение и совершенствование, для чего используются методы в области планирования, управления и организации процессов. Группой бизнес-процессов выделяются основные, вспомогательные и процессы управления. Это главные группы. Как выполняемый единожды уникальный процесс, отдельно выделяется бизнес-процесс для развития. Направленность бизнес-процессов основной группы производства ценных для потребителя продуктов, формирование добавленной стоимости, наполнение продуктов ценными с точки зрения клиента качествами, оценка прибыли. Основные бизнес-процессы имеют клиента ориентированную направленность, так как результат их направления на конечного пользователя. Поддерживающие вспомогательные бизнес-процессы связаны с бизнесом на более тесных началах. Они обеспечивают создание продуктов для внутренних сфер бизнеса, поддержание функции компании и ее инфраструктурной составляющей. В стандартную сетевую комплексную инфраструктуру любой компании входят компоненты. Это физический состав, проводка, маршрутизаторы, устройство переключения, серверы, настольные компьютеры, кабельная система, пассивное и активное сетевое оборудование, клиентские рабочие места, дополнительное оборудование, ментапринтеры, факсы, устройства автоматизации, системное программное обеспечение, средства защиты и драйверы устройств. Стандартное прикладное программное обеспечение для средств обработки электронных таблиц работы, электронной почтой, файлами, сетевые службы. Это ДНС-серверы, пакеты защиты, доступ к интернету, системы управления базами данных, почтовые сервисы, службы технического сопровождения, центр диспансеризации и контроля качества. Бизнес-стратегия определяет направление развития бизнеса в соответствии со стратегическими целями и задачами, стоящими перед предприятием, и отвечает вопрос, почему предприятие должно развиваться именно в этом направлении. Бизнес-стратегии включают в себя цели и задачи, стоящие перед предприятием, бизнес-решения, необходимые для достижения поставленных целей и задач, изменения, которые нужно провести для достижения поставленных целей и задач. Информационная технология и стратегия определяет направление развития информационной технологии в соответствии с целями, задачами и бизнес-стратегией предприятия, определяет, как может быть реализована бизнес-стратегия. Эти стратегии включают проекты, которые можно запустить для выполнения бизнес-стратегии, варианты решения текущей задачи и проблем, технологии, которые можно использовать для достижения поставленных целей. Модель зрелости информационной технологии для инфраструктур включает четыре уровня, которые представлены на рисунке. Это базовый, стандартный, стандартный или реализационный и динамический. Вот перед вами дана таблица уровень зрелости и особенностей в каждом уровне. Нужно учитывать. Дальше мы предлагаем вам вопросы для закрепления. Опишите организацию бизнес-процессов, что такое системный подход к организации процессов и какие группы бизнес-процессов бывают. Мы подошли к концу. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...